Два поражения в двух матчах. Воспитанники клуба Олимпийц, выступающие в юниорской хоккейной лиге России, на своем льду провели две очередные встречи чемпионата. Соперниками сургутян стали спортсмены из Уфы. В первом матче на площадке шла равная борьба. Однако удача в завершающей стадии атак чаще улыбалась Салавату Юлаеву. Гости забили на пятой и двадцатой минутах. Еще два гола влетели в сетку сургутских ворот во втором периоде. Всего же Олимпийц пропустил шесть шайб, а забил лишь однажды. В середине матча это сделал Самур Чистяков. При этом сургутяне нанесли больше ударов по воротам противника. С желанием вышли обе команды, хорошие скорости показали. Я считаю, такая, ну, жесточайшая, можно сказать, борьба такая была на каждом участке поля. Но так немножко нам повезло в завершающей стадии. Мы использовали какие-то моменты, там, при бросках сходу. На пятачке немножко соперник в опеке на своем пятачке проиграл нам. Поэтому вот эти моменты мы смогли использовать. А так в целом по движению, по самодаче совершенно одинаковая игра была. В повторной игре интрига держалась до середины второго периода. К этому моменту игроки Салавата Юлаева сумели отличиться дважды, оставляя сургутянам шансы побороться. Однако после третьего пропущенного гола в обороне олимпийца что-то сломалось, и шайбы в ворота нашей команды посыпались одна за другой. Итог встречи 1-14 в пользу у финских спортсменов. С пятью очками сургутяне занимают последнее, десятое место в турнирной таблице. До конца сезона команда Геннадия Тухбатулина осталось провести еще пять туров. Три из них пройдут на выезде. Мы до этого ездили, у нас выезд был в Челябинск. Аналогичные игры, то есть, ну как аналогичные, проигрываем 10-1 по броскам равенства. То есть игра, реализации не хватает. Ребята, которые забивали в этой команде, они уже играют в других клубах. Это большая проблема сургутского хоккея, что у нас нет команды мастеров. К этому возрасту дети все уезжают лучше. Это проблема.